Знаменитый русский поэт середины девятнадцатого века Казьма Петрович Прудков. Думаю, что большинство русских читателей знают это имя. Для тех, кто не знает, прочитаю немного о Казьме Петровиче из его однотумника. Это малая серия библиотеки поэта, вышедшего в пятьдесят третьем году прошлого века. Итак. Существует обстоятельно разработанная биография Казьмы Петровича Прудкова. Известна, хотя не бесспорная, дата его рождения и смерти. У нас есть сведения из истории его рода, знаем кое-что и об его семейной жизни. Беспорочное прохождение Казьмой Петровичем государственной службы, сначала в армии, в гусарах, потом по Министерству финансов, вплоть до получения им чина действительного статского советника, должности директора пробирной палатки, а также и ордена Станислава первой степени. Все это подробно известно и по его собственным сообщениям, и по рассказам современников. Сохранился превосходный портрет Казьмы Петровича Прудкова. Достаточно обстоятельно изучена его литературная биография. Благодаря трудам многочисленных исследователей мы знаем точно, где и когда печатались его произведения, располагаем критическими отзывами об его деятельности, среди которых есть и сочувственные, есть и враждебные. Основные произведения Казьмы Прудкова давно вошли в хрестоматии. Но основной фонд его литературного наследия стал доступен широким кругом читателей, после того, как в 1884 году вышло первое полное собрание сочинений Казьмы Прудкова с портретом, фоксимиле и биографическими сведениями. Оно неоднократно переиздавалось и в 1916 году вышло уже 12 изданием. Много раз публиковались сочинения Прудкова и в наши дни. Я откладываю в сторону Томик Прудкова из малой серии, библиотеки поэта, и беру в руки уникальное полное собрание сочинений Казьмы Петровича, изданное в 1933 году XX века в легендарном издательстве Академия. Вот такое вот чудесное издание. Очень редкое, считающееся библиографическую редкостью. Почему вдруг я вспомнил о Казьме Прудкове? Потому что узнал, что по радио будет транслироваться передача радионяня, Да-да, та самая радионяня. Будет транслироваться передача радионяня, посвященная Казьме Петровичу Прудкову. Придется взять в руки радиоприемник и послушать эту самую передачу. Сейчас мы вам покажем, как говорит Сережа Булгаков, эксперимент. Эксперимент, да. Это сложная композиция радиопрограмма. Мы думаем записать эту программу на радио. Ну и сейчас, пока мы готовимся. Вот мы показываем эту программу время от времени, как публика это реагирует. Из цикла передача «Встреча с песней» Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои хорошие знакомые. Наша очередная передача, выпуски которой звучат на протяжении многих лет, которые наполнены многочисленными событиями, которые яркими страницами врезаются в нашу память, которые, однако, не могут вычеркнуть факт существования Казьмы Петровича Прудкова, юбилей которого совсем недавно отмечала вся наша страна, о котором мы и будем говорить в нашей сегодняшней радиопередаче, которая звучит в очередной 10901. Передо мной лежат ваши письма. Откроем одно из них. Оно от Ивана Кристофоровича Старозакальских. В своем письме он просил поблагодарить ведущего нашей передачи, сотрудников радио и весь Центральный комитет по телевидению и радиовещанию, а также лично товарища Прудкова, оказавшего на Ивана Христофоровича огромное влияние. Дело в том, что, будучи еще ребенком, Иван Христофорович рылся в куче старой бумаги и наткнулся на пожелтевшее от времени издание военных афоризмов юбиляра. Это и была его первая и единственная книжка. По ней он выучил буквы, по ней постигал сложные житейские азы, сверяясь с ней, прожил яркую и повторимую жизнь. Сейчас новорист Розакальских полковник в отставке. Он активно занимается общественной работой и до сих пор сборник мудрых кричений Казьмы Петровича Прудкова служит ему путеводной звездой и насырной книгой. Вашу благодарность мы также передаем издательству художественной литературы, которая продолжает муклатурные поиски «Начатые варень и далекие вводы». А вот новое песно. Оно от ученицы 10-го А класса Клавы К. Она пишет, что нынче все пошли шибко грамотные ей, и чуваки из ее класса ее достали, и что если они хочут из себя поуказываться, то и пусть имеют радость, по 5.30 ходят счастливыми, как три копейки. А ей с ними неинтересно, потому что она правильная девочка и интересуется литературной классикой, с которой она недавно познакомилась в передаче «Радио няня». Она просит повторить понравившуюся ей передачу, и еще она просит не винить ни в чем Клаву Ка. Нам очень понравилось твое искреннее письмо, дорогая Клава. Мы с удовольствием выполняем твою просьбу. Радио няня, Радио няня, есть такая передача. Радио няня, Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки погружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулялятам стало веселее. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам стало веселее. Начинаем наш веселый радио-урок. Сегодня мы, маленькие друзья, поговорим о путешествиях. Знаете ли вы, что такое путешествие? Знаю. А тогда скажите мне, ну вот ты ехал в реку, через реку. Здесь грека путешественник или нет? А надо посмотреть. Посмотреть и спросить у него. Так он тебе и сказал. А вдруг он шпион? Надо паспорт посмотреть. А паспорт купить можно? Нет и нет, друзья, все не так. Надо подождать. Да-да, подождать. Если грека вернется, значит он путешествует. А если нет, значит он уехал. Как уехал? Ты что, не знаешь, как уезжали? Как левшиц уехал? Нет, друзья, все не так. Давайте лучше поговорим о Греции. Ну вот, например, знаете ли вы, чем греки отличаются от нас? У греков носы и волосы курчавые. Николай Владимирович, а я не знал, кто Левенбург грек. Нет, нет, друзья, все не так. У греков греческие фамилии. Например, Костраки, Разорваки, Попандапула. А, я все понял. У Левшица фамилия теперь не Левшиц, а Левшицопула. А моя, если я уеду, будет Левенбург. Нет, мои дорогие друзья. Запомните. Куда бы вы ни уехали, ваши фамилии так и останутся. Левшиц, Шемелов, Левенбург. А чтобы вы это получше запомнили, мы вам споем народную греческую песню на слова Козьмы Петровича Пучкова, на мелодию Сертаки, которую мы сами сочинили. Спит, залит, Эллада дремлет, Под партик уходит мать, Под партик уходит мать, Сок, гранаты, выжимать. Зоя, нам никто не внемлет, Зоя, нам никто не внемлет, Зоя, нам никто не внемлет, Зоя, дай себя обнять. Видел я вчера в солиме 18 кораблей, 18 кораблей, Все безручные, без рулей. Ну, султана, я счастливый, Ну, султана, я счастливый, Левенбург, Зоя, Зоя, Лень. В поле бронеров взорвать не ползавольность как герой Ползавольность как герой, бог не бог его такой Но зачем же живко страшно, но зачем же живко страх Если в поле разорвать не ползавольность как герой Лей пока не ладо дремит, пока щетнощится мать Собрать, ты выше мать, злое нам никто не внемнет Стоя, нам никто не в нем, Стоя, стоя, зато себя обнять. Мы продолжаем нашу радиопередачу. Передо мной лежит письмо из города Пензи. Пишут нам коренные пензюки Аэлита и Цезарь Гупиашвили. Аэлита, простая продавщица мехового магазина. А Цезарь, скромный инженер станции техобслуживания автомобилей Шевелли. Тем не менее, их дружбой не внушается такой большой, добрейший, умнейший и образованнейший человек города, как директор пензюкинского колхозного рынка. У него, кстати, как и у Казьмы Петровича Куткова, сегодня большой праздник. День лица, который он празднует с завидной пунктуальностью несколько раз в году. Пусть же в этот радостный день для Цезаря и Аэлиты прозвучит песня в исполнении популярного рок-ансамбля «Беременная машина». Песня называется «Автопортрет» из стихи Казьмы Петровича Куткова. Когда в толпе ты встретишь человека, который... Чего прочней туманного хозбека не робит? «Автопортрет» До волосы подъяты в беспорядке. Кто пакет? Всегда торожит в мировическом преподете. Знаю это я! 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 Кого не зрят со злостью вечно новой И троли Горячка ловровый Горячка Сголу толка И нет Синего лавровой Безумно Рёжкий Кто не трещен, злой, не клонит гибкости, Знает это я, в моих устах спокойная улыка, В груди змея, не клонит гибкости, А это письмо пришло к нам с Дальнего Востока. Пишет нам товарищ Пахан. К сожалению, он не указал своих инициалов. С давних лет товарищ Пахан трудится на ударных стройках нашей страны. Он участвовал в строительстве Белонора Балтийского канала, Поднимал Днепрогесс, строил Волгодон, Много лет он отдал освоению Магаданского края. Скоро срок его трудового подвига подходит к концу. В заключении товарищ Пахан, В заключении своего письма товарищ Пахан Просит передать хорошую песню про женщин. Мы рады выполнить вашу просьбу Послушайте песню в исполнении Андрюши Челентана В переводе Козьмы Петровича. Продолжение следует... 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 Весь из молнии волненья Я в корсетку распусни Ты со смехом убежал, а там А я ж садучего стоял А я стоял, а я стоял А я стоял, а я стоял, 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 стоял А я стоял, а я стоял, 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 стоял Трудятся на орбите наши славные пегасы Приходят и уходят экспедиции и посещения Кончается кислород, вода, запасы пищи, жизнь Но не кончается любовь к мести За время полета на орбите Экипаж наших дорогих пегасов добился полного захватения взглядов и вкусов Вот и сейчас командир корабля Почит передать песню в исполнении Аллы Пугачевой А бортинженер хочет услышать голос Александра Суханова К сожалению, из-за краткости сеанса радиосвязи Обе заявки выполняются одновременно Внимание, эфир Вы слышите нас, дорогие дымки? Давай! Я и помню, вспоминаем время Вно ушедших грузовых ночей Я спрашивал у памяти, зачем Она мне отвечала Да, я вижу вас, мой верен класс Не прячьтесь меня в уголе оркестра Мною уже давно все решено И вам не вскрыться мой маэстро Главное считать, что он опять Для вас вдвоем явится экстра Верим, что у нас, да-да, одна Святая к музыке любовь Ну хватит Сколько можно Давайте хоть немного помолчим И хоть за ночью день Приходит неприложен И хоть за ночью день Приходит неприложен Хочу остановить Заскарив часы Жить невозможно Повернуть назад И время Ненавид не остановишь Пусть неоглядно луч И одинокий дом Еще идут старинные часы Хочу остановить Старинные часы Хочу остановить Старинные часы Хочу остановить Не теперь Не теперь Я вам спою Еще на мисс Ну вот и прошло К сожалению время Сеанса радиосвязи Счастливый путь вам Летите дальше Дорогие пегасы А передо мной уже новое письмо На этот раз Оно из города Ленинграда От студентки Пет-института Софьи Мармеладовой Она пишет, что в свободное От учебного время Она больше всего любит Искотеки И молодых людей А из песен Она больше всего любит На стихи У Ильяма Шекспира О нелегкой женской доле У них так много говорится О любви И именно под эти песни Она так любит танцевать Со своим другом Родионом Ну что ж, друзья Это прекрасно Но, к сожалению Наша передача Подходит к концу И последняя заявка Но перед ней Небольшое слово Приходят и уходят Юбилеи Проходят праздники И годы Но остается Мучительно Светлое чувство Как то чувство Что осталось После Московской Олимпиады И так До боли Мучительно Знакомая мелодия Прощание С Олимпийским Мишкой И я Прощаюсь с вами Дорогие друзья А по заявке Детского дома Имени Союза Композиторов Звучит песня Александры Пахматовой Ставшая благодаря ей Поистине Народный На-на-на-на-на-на-на-на Под приемом Я с детства Слетался Не имея родного Утма А зачем я На свет появился А зачем Меня Матер Родил Расстаются Друзья Остается Сердце Нежность Помню Песню Веречь До свидания До новых встреч А когда Из приюта Я вышел То пошел На анимация В завод Меня Мастер Возвращайся В свой сказочный день Говорит Вот и закончилась Передача Радионяня Ваш что-то Насторожило Совершенно верно Насторожило То что вы сейчас Услышали Не имеет ровным счетом Никакого отношения К Радионяне На самом деле Это Уникальная Сохранившаяся Единственном Экземпляре Запись Выступления Вокально-инструментальной Бардовской Группы Мышеловка Эта запись Была сделана В 83-м году Века минувшего В Петропавловске В Доме культуры Рыболовецкого колхоза В Серогласке Концерт этот был Сплошь Неофициальным Состоялся он Ночью Наконец-то Вы узнали правду И это единственная Существующая В природе Запись Программы Группы Мышеловка Программы Встречи с песней Посвященной Творчеству Казьмы Прудкова Больше Ни у кого И нигде Этих записей Нет Да и саму Программу Они представили на Так сказать Сценах Почему так сказать Потому что на широкой сцене Эта программа И не могла прозвучать В советские годы Они представили Буквально считанное Количество раз А аудиозапись Сделалась Единственный раз И Совершенно Недавно В конце 2020 года Случайно Нашлась Катушка С Этой записью Но это не точно Внизу в описании Под роликом Есть Текст Есть ссылка На текст Этой самой Программы Встреча с песней Итак Прозвучала Программа Встреча с песней Группа Мышеловка Программа Посвященная Творчеству Казьмы Петровича Прудкова Послушали Молодцы Слушайте Певцов Ртом Головы Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...